Конституционный суд сегодня рассмотрел запрос либеральной партии о законности расширения полномочий, исполняющего обязанности премьера. Автор запроса Валерий Мунтиану попросил суд высказаться также по двум указам и постановлению правительства от 16 мая, касающихся увольнения трех либералов. По мнению депутата, данные решения противоречат основному закону. В свою очередь, юрист парламента Иоанн Крианга заявил, что запрос либералов является неуместным, поскольку Конституционный суд не может рассматривать документы, касающиеся назначения на должность государственных деятелей. Это, по его словам, строго политические решения. Такое же мнение высказал и действующий министр юстиции Олег Ефрим, который предложил отклонить дополнительный запрос либералов. По его словам, согласно Кодексу Конституционной юрисдикции, словесный запрос без присутствия представителей президентуры не может быть допущен судом. Магистраты Конституционного суда, которые, пишут различные источники, подчиняются Владимиру Плохотнюку, не учли аргументы министра и приняли к рассмотрению запрос либералов. После обсуждений суд объявил, что решение по предъявленному иску будет объявлено завтра. Напомним, это уже не первое обращение либералов в Конституционный суд. 22 апреля магистраты судебной инстанции рассматривали конституционность пребывания Владимира Филата в должности действующего премьера. Автор запроса Михаил Гимпу попросил судей в начале заседания дополнительно рассмотреть и указ президента о назначении Филата в качестве кандидата на пост главы правительства. В последствии суд решил, что лидер ЛДП не может больше баллотироваться на этот пост из-за подозрений в коррупции. Теперь в партии экс-премьера, в адрес либералов, выстроившихся в очередь в Конституционный суд, то и дело звучат ироничные реплики. Субтитры создавал DimaTorzok